Смысл жизни – понятие индивидуальное. Это то, ради чего живет конкретный человек. Он определяется в зависимости от воспитания, социального положения, мировоззрения и типа личности. Когда смысл жизни утрачивается, развивается экзистенциальный синдром или бесцельное существование. Поиск смысла жизни человека является духовной и философской проблемой. Представление о цели существования зависит от следующих факторов. Образ жизни – социальное положение, мировоззрение. Если условия жизни человека благоприятны, он видит смысл своего существования в достижении собственного благополучия. Если он находится во враждебной среде, то жизнь утрачивает для него и ценности с ним. На фоне внутриличностного и межличностного конфликта обычно вырастают проблемы, которые в 90% случаев закладываются в фундамент подсознательных страхов. В отличие от иных существ, населяющих Землю, жизнь человека представляет собой набор ценностей. Для того, чтобы овладеть ими, необходимо определиться с целью, определиться со средствами. Построить жизненные маршруты и цель жизни человека зависят от его приоритетов. Для кого-то смысл существования заключается в покорении горной вершины. Кто-то мечтает приобрести роскошный автомобиль. Кому-то жизненно необходимо стать первоклассным врачом или ученым и найти лекарство от рака. Для некоторых людей смысл жизни заключается в создании семьи. В этом случае они оправдывают биологическое предназначение человека, которое заключается в его существовании на Земле. Человек – это парадокс, зачастую непонятный самому себе персонаж. Человека также следует рассматривать как проблему, и для себя самого, и для планеты в целом. Частично ответ на вопрос о смысле жизни заключается в мировоззрении человека, в том, как он себя позиционирует, является ли он животным или все-таки царем всех человек на Земле, необходимо ответить на следующие вопросы. Для чего нужно жить? В чем заключаются жизненные ценности? Что является общей целью жизни человека? Попытаться приблизиться к пониманию цели собственного существования, можно, найдя ответы на вопросы. Что бы я хотел делать, если бы у меня не было страха, связанного с тем, что у меня ничего не получится? В этом случае он либо ищет его, либо начинает страдать без отсутствия цели существования. Второе в большей степени свойственно людям с невротическим складом характера. Страдания на фоне исчезнувшего смысла жизни – один из признаков невротической депрессии. Творческие личности обычно не озадачиваются поиском цели существования. Они создают то, в чем нуждаются люди, и что ими с благодарностью воспринимается. Текст о жизни человека на Земле определяется в соответствии с типом личности. Значения имеют личные ценности, фантазия и уровень интеллекта. Для одних смысл жизни заключается в бесконечном продвижении по карьерной лестнице, для других – в поисках личного счастья, для других – в разной направленности. Творец – это то, ради чего я готов трудиться, не покладая сил. Романтик – это то, ради чего я готов отдать жизнь. Паразит – моя цель – жить на халяву и ни о чем не думать. Потребитель – моя цель – удовлетворение всех моих потребностей. Смысл жизни энергичного человека часто становится смыслом жизни и для других. Это относится не только к гениальным ученым или к ярким харизматикам вроде Чуги Вары, но и к хорошим потребностям. Во многом зависит от воспитания. Подростки-мажора, выросшие в благополучной семье, в 90% случаев имеют потребительское мышление. Для них смысл жизни заключается в развлечениях. Поиск смысла жизни обычного подростка начинается после окончания школы, когда он задумывается над тем, куда ему следует поступить и чему посвятить себя. Всерьез человек начинает искать суть своего существования после первых разочарований. Задаваться вопросом о том, есть ли смысл в жизни, человек начинает с подросткового возраста. Это период бунтарства, когда юноша или девушка пытается выразить свои мысли и чувства. Подросткам свойственны такие качества, как категоричность и идеализм. Некоторые юноши и девушки еще во время обучения в школе приходят к мысли, что жизнь не имеет смысла. Иногда это происходит после травмирующего события, Иногда фаталистические мысли понимают, что учиться им не нравится, что они хотели бы заниматься чем-нибудь другим. Тогда смыслом их жизни на данном этапе становится обретение той профессии, которая им действительно по душе. Некоторые во время обучения обзаводятся семьями. Смысл жизни для них заключается уже не в получении профессии, а в рождении и воспитании детей. Генерация голоса выполнений все могут стать хорошими отцами и матерями и вырастить достойных членов общества. Если бы это было так, то в мире не было бы людей, создающих проблемы и себе, и другим. Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем быть. Настоящий поиск сути своего существования начинается после приобретения жизненного опыта. Некоторые понимают смысл своего предназначения непосредственно перед кончиной.